тебе сказали викулечку в щечку что идешь виктория хрупкая выложила для меня видео и сказала викулечку щечку на давай от виктории хрупкой викулечку передала тут сразу всегда все после чего он тебе кажется маленьким куда мне сухарики положить так это наш перекусик что тогда сюда не дотянусь от нас угостили вредностями нет я ничего не делал это дети кушают 3 но вика смотрела 2 века знает что там мама умерла во время родов и малышку папа растил что москва как вниз заточил нормально постарался все видели да а а а а а а а Вот победа будет, память, мы лучше, добисты! Все? Или на асфальте еще зарубимся? Не двигайся! Налет, ложись! Ну, ложись, я тебе говорю, быстро! Ты видел? Показательный разломал, не разойдется! Да, походу, полметра и под лоб! Отшлей по дорогу! Толщина тридцатка максимум! Зря поперлись! Мне что делать? Лежи пока просто, просто лежи, да? Эй! Мужики! Да не арики! Резонанс войдет, вообще всех так же, но тянет! Куда утянет? А лебедка? Успеем? Да где мы сейчас лебедку найдем? Все нормально! Уходи! Уходи! Что, простите? Разлом, показательный пошло! Не подходи сюда! Здесь плита уйти может! Я не слышу! Не надо кричать! Резонанс тречит все! Вы звать про Маши? Стой! Я на трещине вижу! Муж так не делает, пожалуйста! У вас может приступ какой-то? Соберись! Сейчас медленно ложись и не двигайся! Сейчас спасатели приедут! Ты не нормальная? Эээ... Вы новенький? Я вас не помню в команде! И слышишь, как трещит? Угу! Так до марта трещать будет! В смысле? Под вами почти метр сплошного льда! Сейчас сюда хоть на самолете можно заехать при желании! Ну я знаю, просто смотрю! Просто смотрю! Я просто смотрю! Слышать! 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 Ну окей! Лежить тогда! Не засудить столько! Ура! Это как в этом! Бриллиантовая рука! Дяденька! Волшебство съемки Зачем хочу тебя сейчас, не знаю Я звезда, ты звезда, нас приказано сжечь Кто-то сдал и достал от леса наших встреч Замыкай, но лжи становись, никакой ты руками дрожишь Все в порядке судьбой На руки показа, и вину не даю Вся столь звонка голоса и сломается Скажи, зачем я эту звуку смогу Ты видел? Видел? Как класс? Прыгнул четверой Проземлилась, просто грязно Надю, пошли не читать Тише Спасибо Надю, а ты уверена вообще, что тебе этот кубок льда нужен? У тебя столько медалей здесь, полка-то выдержит Так, ты лук ешь? Итак, мы посмотрели фильм «Лед» Я его посмотрела второй, кажется, раз Но, возможно, я ошибаюсь Он зарядил нас какой-то бодростью Какой-то, не знаю, силой духа И я рванула мыть окна В этой квартире окна очень маленькие Ну, я бы сказала, самые обыкновенные окна Просто, когда мы жили на 26 этаже, окна были гигантских размеров Это был подарок от Главстроя, от компании застройщика У нас были окна очень-очень большие Больше, чем во всем доме у последних трех этажей Наши подоконники были чрезвычайно низкие Что крайне опасно для детей И были поставлены блокираторы, которые не открывались без шуруповерта Поэтому окна я в той квартире не мыла ни одного раза Можете себе представить Вот Может, вру сейчас на ходу Но, кажется, не мыла Поэтому здесь 9 этаж Дети уже большие Окна у нас без блокираторов У нас даже открытый балкон Все уже соображают Никто никуда не прыгает Фу-фу-фу-фу не сглазить И легко, очень легко моются окна Тем более здесь нет стройки На Парнасе была стройка Я мыла, кстати, там на балконе чуть-чуть окна И там всегда была такая известка Слой известен серый Вот здесь просто протираешь тряпочкой Чистые окошечки очень быстро становятся чистыми Я в результате сегодня вымыла Два окна и балконную дверь И очень этому рада Как раз тепло Так что Фильм очень рекомендую Посмотрите, он очень энергичный Ну, следует, конечно, посмотреть Лед-1 И лед-2 Да, я не ошиблась Это был лед-3 сейчас Лед-2 про маленькую девочку Сравни окно Правое и левое Сюда иди Ну, чистое Ну, чистое Ну, прозрачное Как будто вообще его нету Да Да А тут серое Молодец Спасибо Сходил в магазин Тяжелое? Шучу никуда Ээээ, тихо Ничего не разбивай Развяжи их, пожалуйста Сейчас я достану Я вас, наверное, кормить буду Да Смотри Как развеешь, не рви тут Ой, он горячий Борщ горячий После того, как я распаковала продукты Я сняла видео со своего экрана Телефончика для девочек своих Там указаны цены Ну, и вам его тоже прилагаю Это видео Чтобы вам было понятно Что сколько точно стоит Потому что здесь немножко зеркалит И вы можете не понять Но если много не есть То все очень и очень доступно И достойно Кстати, оказалось вкусно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 если я уделю в своем ролике 25 минут времени тому, что я буду показывать вам, как я убираю квартиру, и 5 минут я вам скажу, мы сегодня были 9 часов за городом, то эта информация у вас улетучится, и вы подумаете, что большую часть своей жизни, ну, если каждый день такой ролик будет, да, 25 минут о том, что я уборку делаю, и 5 минут я скажу, как я живу, у вас возникнет ощущение, что я все время убираюсь, я такая хозяюшка. Вот так производит впечатление 30-минутный ролик. Мои ролики 30-минутные, поэтому я говорю на примере 30-минутного ролика. Так вот, я беру с собой камеру и все вам показываю, куда я иду, и вам кажется, что я все время куда-то иду. На самом деле даже мои знакомые думают, что я веду активный образ жизни, поэтому возникают некоторые разногласия, и вообще я перестала со всеми общаться, дорогие мои знакомые, всем привет! Тоже понимаете, что вы смотрите, это не совсем то, как я живу. То есть возникают такие разногласия, говорят, а что ты не можешь это, а что ты не можешь то, а вот ты туда, а вот ты сюда. А вот я вам не показываю, как я здесь лежу много-много часов. Я провожу лежа так много времени, что я очень толстая. Могу вам сейчас как-то это показать. Я очень-очень толстая. Ну, только те, кто смотрели меня раньше, сейчас поймут, насколько я толстая. Я ем и лежу в основном. Вот такая я толстая. Мой живот гораздо дальше груди уже давно, но я могу одеть бюстгальтер. Вот я вот такая толстая. Можете себе представить? По весу я ненамного отличаюсь от того, что было. Это все те же 53-53,5. Но я все время лежу, и от того, что я абсолютно обездвижена, я толстею, мой живот толстее. Поэтому я не веду активный образ жизни. В машине я сижу, в электричке я сижу, и куда бы то я ни приехала, я сижу или лежу. Я очень-очень мало двигаюсь. Все километры, которые я пересекаю, это не ногами. Ногами я хожу немного, секунду. Так, вышел папа, просят одеваться, потому что куда-то вы еще, Мира, пойдете с папой. Да, Даня пошел мусор выводить. Кстати, я вас берегу, дорогие зрители. Я вам всю зиму не говорила, что дети одни гуляют. Я эти ролики снимала и посылала только друзьям. Поэтому вы даже мне написали кто-то, что ваши дети зимой не гуляют. Мои дети зимой гуляли каждый день практически, кроме тех случаев, когда очень холодно или когда кто-то сопливый. Просто я не гуляла, потому что я совсем уже не гуляю. Вот. Так, у нас сегодня была девочка. Только что ее забрал папа. У Дани расстройство, что ее забрали. Он пошел провожать. И сейчас пойдет, свою печаль развеет на самокате. Это Данина девочка. Как ни странно это звучит. Ой, я какая-то испачканная. Господи, что это такое? Я куда влезла? Смотрите, я черная. Что-то такое, что у меня черное происходит. О. Это я где так вообще? А, это я, может быть, мыла окно и с той стороны что-то зацепила. В общем, я сегодня вымыла балконную дверь. Окно кухонное, окно свое. А другие окна были заняты. Там гости, а там Тема. Сейчас я жду. У меня будет два урока. Я очень хочу спать. Я лежала, но я не смогла уснуть. Очень шумно они музыку слушали. И играли, бесились, шумели, танцевали. Все что угодно. Сейчас у меня есть час, но мне кажется, мне не дадут поспать. Вот. Завтра 1 мая. Для кого-то это веселый праздник. Я вам все расскажу завтра. Поспать не удастся. Мне только что прислали готовую домашку. Всегда прошу за сутки. Моя ученица уже 3 года присылает в этот день вечером. Вот. Еще и вот в таком виде прислала. В горизонтальном. Вот представьте, как это проверять. Это ужас, как проверять. Вот я поверну, но сейчас поверну. Все. Просто прекрасно проверять. В общем, сажусь сломать глаза, дорогие девочки. Сколько тут страниц, мамочки. И зачем я столько задала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть страниц задала на неделю. Ну, да. Упс. Четвертый класс. Кстати, если вы научите своего ребенка до школы самостоятельности, то у вас никаких проблем с тем, что в первом классе заканчиваются уроки в час дня. Никаких проблем не возникнет. Вот. Мой ребенок тренировался все прошлое лето. Школа рядом. И он ходил выносить мусор. Это почти что как до калитки школы. Там остается метров двадцать. Специально тренировались. Какая тропинка, по какой надо идти. И поэтому в первом классе я водила Даню в школу ровно одну неделю. Встречала. Может, тоже неделя. Вот уже шапочка промелькнула. Он очень быстрый, Вика. Я не успеваю. Он на самокате. Всегда на нашей площадке есть какие-то взрослые. Какие-то взрослые с какими-то маленькими детишками. Поэтому даже если дети одни, например, я когда бывала на площадке, ну, я не знаю, за год, может, раз в десять там была, то всегда я смотрю. Ой, что творят мальчишки. Урну катают. Господи. Всегда я смотрела за теми, кто один гуляет. Да, и делала им замечания. Сидела за порядком. И так же и другие родители. Так что не переживайте. Все под контролем. Вот как тут поспишь? Не, не поспишь. Бесполезно. И Тема не смог поспать. Тема тоже стал рано вставать. Очень светло. Тепловато для нас уже. Смотрите, погода разгулялась. Дико холодно, но хотя бы яркое. Солнце. И ни одного облачка. А утром было облачно. И Вика спросила, что такое облачно? Буду теперь вам показывать все время наш двор. Вот видите, он пустой. Как правило, он вообще пустой. Вот сейчас какие-то маленькие гуляют. Чудики. Что вот урны им помешало? Ну, это совсем небольшие дети. Просто они не девочки, а мальчики. Поэтому вы меньше тревожитесь. Ну, им 8-9 лет где-то. Да, урну прокинули. Притащили же откуда-то. А, я поняла. У них мячик заскочил на этот домик. Сейчас они будут изобретаться. Где мячик? Мячик вот на этом домике. Видишь? Да, это каждый раз летом вот такая история. Сейчас они начнут что-нибудь строить, городить, подсаживать друг друга. И таки залезут туда. Достанут мячик. А потом как спустятся? А вот спустятся, это они потом уже об этом подумают. И будут стоять и думать, ой-ой-ой, что я натворил. Так что у нас тут советское детство. Я считаю, что это лучше, чем сидеть в телефончике и уметь позвонить родителю. Да, да. Даня, наверное, в лифте ездит. Сейчас придет Даня уже. А вон там телепузики маленькие гуляют. Но там, нам сказали, сейчас очень холодно. Поэтому. Вон Даня пришел, иди встречай. А я Даню смотришь. Ты Даню смотришь, да? Ну что, спаситель наш, вынес? Все хорошо. Ты что, грустный? Нет. Не грустный, но хорошо. Даня, она еще конфетку дала. Конфетку забыла и картонку забыла. А вы на завтра договорились, что она к нам или ты к ней? Я не знаю, или она к нам, или... На место. Я хочу к ним. А нас не зовут, Вика. Даню одного всегда зовут, без масла. Я хочу к ним, чтобы потом отдаду эту картонку. Отдашь? Отдаду? Ты что, отдаду? С пиреусом вас отдаду. Отдаду. Идите, ешьте оливье, короче. Или кто-то оливье, кто-то греческий. Идите. Мне кажется, вы не могли поесть. Мне оливье. В этой суете. Тебе оливье. Даня, а ты греческий возьми. Не, я не знаю. Вот ты что, голодать будешь? Кого интересует судьба меча? Иногда случаются вот такие вот чудеса. Приходит этот папа. Не-не, я со зрителями говорю. Приходит чей-то папа. Ну, один и тот же. Я его знаю уже. И он туда сейчас полезет. И всех спасет. Он очень высокий. Он у меня чуть ли не в два раза выше. Надо с другой стороны вообще-то лезть. там, где сетка это. Вот откуда рисковые мальчики берутся. А дальше-то что? Мальчики в восторге. Дяденька, наверное, тоже. Мальчики в восторге. Мальчишкам повезло. Так, вот теперь самое сложное. А вы говорите, у нас тут без присмотра дети. Вон кто-то посмотрел в окно и даже стремянку вынес. Вот, наверное, назад-то самое страшное будет. Вот это называется активный образ жизни. У меня вообще не активный. Молодец, сосед. Все в счастье. Вот такой у нас хороший двор. Завидуйте, переезжайте. Только очень много пьянете. Прям совсем много. Девчонки, в спаре все очень вкусное. Вы сейчас скажете, что это реклама. Мне за нее не заплатили. Рекламирую. Шашлык ест Даня, который вообще не ест мясо. Он супер весь прожаренный, пропаренный, не подгоревший. Абсолютно идеальный шашлык. Прям суперский и мягкий. Не пересоленый, не переуксусный. Суперский. Плов ест Даня. Сейчас узнаем, да есть ли он. Оливье божественный. Борщ так себе, но если посолить и добавить майонез, сойдет. Ну, правда, борщ так себе. Но я рада, что он готовый. На голодный желудок Даня набросился на него и съел целую тарелку. Оливье не знаю, что добавили. Очень вкусный. Просто нереальный оливье. Но в спаре есть минус. Доставка от полутора тысяч. Для меня это, ну, просто нереально. Только вот на время праздников, когда несколько дней дети дома. В обычной жизни мне вообще не надо на полторы тысячи. Вообще. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.